Я вот еще о чем подумал. Знаете, когда вас слушал, когда вы сказали по поводу того, что в Польше, ну и вообще в нормальных странах, у которых система функционирует, есть политические партии, а у нас политические проекты. И ведь это на самом деле тоже по поводу организации, потому что в Польше политические партии это по поводу организации социальных групп, которые имеют какой-то свой интерес, которые они хотят защитить с помощью этой партии. А в Украине политические проекты это по поводу создания видимости, некой заботы по поводу интересов тех или иных социальных групп, но по факту это поскольку всегда оплачивается из кармана крупного капитала, то потом заканчивается тем, что иллюзия закореняется на уровне государственных институтов, но не реализуют интересы социальных групп, которые голосовали за политический проект. И поэтому мы не можем перейти к качественным изменениям украинской государственности до того момента, пока социум не организован через различные политические партии. Социум не будет организован, если не будет, но цель и просто цель партии это участвовать во власти. Конечно. А власть, разумеется, ответственна за целую систему. Конечно. А здесь нет целостной системы. Короче, идиот... Понимание необходимости целостной системы, это возвращаясь к началу нашего разговора, потому что опять-таки задаваясь вопросом, почему люди, вот вы все время говорили, что вот на протяжении 30 лет независимости менялась власть и приходили различные партии, там десятки партий было, там много чего. Я хочу сказать так, что это несвязано. Я считаю, например, что украинский народ очень высоко организованный на базовом уровне, с матрицы, 2014 год. Народ сам кормился, сам воевал, сам лечился. Просто смотрите, я думаю, что на уровне народа, на уровне комьюнити, потому что надо понимать две вещи, что страны, разные страны на земле организуются как будто по двум принципам. Например, американцам будет каждый, у кого будет паспорт Соединенных Штатов, точка. Не хватит иметь паспорт Польши или Украины, чтобы быть Палиаком или Украинцем, потому что мы организованы на уровне комьюнити. И то, какой у человека паспорт, второстепенно в сравнении с тем, кем он есть. И смотрите, потому что изначально в основе американского проекта другая была модель. Потому что она была отвязана от истории, она была неисторическая. Хорошо. Просто когда украинец связится с русским, с россиянином, говорить, они редко, ну просто исторически, потому что сейчас война, редко ссорились. Потому что то, что было святое для украинца, народ, для русского, не представляло значения. То, что было святое для русского государственность, для украинца было чем-то абстрактным. Поэтому вот они не видели конфликта. Если поляк с украинцем сядет и начнет говорить, сразу столкнуться на уровне народа. Потому что так для поляков, как и украинцев, государственность появилась в полской государственности, в украинской государственности появилась, когда народ уже был. А государственность была оккупационной. Поэтому мы наследовали вражду по отношению к государственности. Немцы свою государственность воспринимают как святое. Тоже французы, британцы, да. Мы по-другому, потому что когда наша комьюнити создавалась, было государство, но оно не было наше. И мы сохранили отношение к государству, как будто оккупант. Это серьезная проблема. И любой агрессор, любой враг, первое, что пытается сделать, это сделать разрыв между народом и чиновниками организации. Поэтому тот, кто хочет, чтобы сохранить будущее, так перед народом, как и перед государством, связывать одно со вторым. Бесспорно, бесспорно, и здесь даже не о чем спорить. Но опять-таки, если мы берем наших чиновников, нужно понимать, что проблема нашей государственности заключается в том, что очень, ну не знаю, там большинство, не большинство, но очень многие наши чиновники, особенно в топе, они не смотрят на государство, как на целое. И свои интересы увязывают с какими-то узкокорпоративными, какими-то групповыми интересами. Я вот сегодня, ну не сегодня, а общался с одним из бывших губернаторов, и он сказал одну такую простую фразу. Когда он попытался на местном уровне начать, с помощью СБУшников, там силовиков, начать всякие нелегальные вырубки лесов, там какие-то вещи, связанные с теневой экономикой, решать. Спустя какое-то время ему позвонили и сказали из офиса, сказали, а что ты там так борзо начал, зачем, нам эти конфликты не нужны, зачем ты лезешь, не надо этим заниматься. И это вот и есть отражение вот этого взгляда на государство, как инструмент решения вот этих вот своих проблем. Моя задача не соглашаться. Скажу так, если такие механизмы, какие в Украине, конституционные, организационные, внедрить в Румынии, в Польшу, в Италии, через какое-то время будет идентично то же самое, что здесь. Бесспорно, вот это вот такие люди, которые снизу вот так вот будут дергать власть. Если украинцев, этих чиновников поставить в рамки организации польской, итальянской, словацкой системы, будут идеально работать. Люди здесь ни при чем, как бы ни казалось. Каждый, что вы думаете, что политики в западных странах, что это ангелы святые, не пытаются что-то делать и так далее. Просто там система построена не для честных людей, а для воров. В Польше, если есть вероятность, что кто-то сможет украсть что-то, задача выявить тот, не вора, а место, где можно своровать и убрать такую возможность. Потому что и это убирает проблему. Просто еще раз, должно быть так, что тот, у кого есть ответственность, должны быть инструменты. Плюс внешний контроль, все это основа организации. Абсолютно верно. Но опять-таки, ключевое же решение принимает конкретный человек, у которого есть этика, в соответствии с которой, видя, что совершается что-то плохое, неправильное, неэффективное, он принимает решение, исходя из тех функциональных возможностей, которые у него есть, для того, чтобы это прекратить. И тогда запускается механизм обратной связи и наказания, и контроля, который позволяет систему держать в балансе. Просто этот аргумент, может быть он и правильный, а может быть и неправильный, потому что он с высокого уровня абстракции. Смотрите, то, что первое, что проявляется, это отрицательное явление, типа преступления. Тогда возникает, что делать. Но это на втором уровне. Мой диагноз идет с очень практического. Как делать? Дать, создать координационный центр исполнительной власти. Логика уже, когда появляется один центр, появляется место, где есть интерес. Потому что премьер-министр, президент хотят успеха. Ну, хотят успеха, поверьте. Хотят, чтобы показатели росли и так далее. Нету. Так в Польше, как в Италии, в любой стране. Согласны? Тогда логика этой системы проходит ниже. И начинают спрашивать, зачем тратим столько денег в министерствах и так далее ниже. Тогда становится важным внешний аудит. Им интересно, что говорят. И не для того, чтобы собирать бумаги на политических противников, а для того, чтобы достигать своей цели. Просто во всей стране меняется уже система. Вы говорите про менталитет, этику и так далее, и так далее. Тот, кто этически поступает, в этой системе проигрывает. 100%. Поэтому здесь верить в то, что будете есть гречку, а вам вырастут бананы – это же нерационально. 100%. Просто этика – это система, которая на высоком уровне абстракции, и она тем сильнее, чем сильнее подтверждает ее практика, которую встречаем в жизни. Если практика, которую встречаем, отрицает этики, появляется что? Появляется переход этики к миру прекрасных разговоров. Посмотрите на диссонанс того, что происходит на встречах высоких чиновников. этот официальный оптимизм и так далее, и так далее. Разговоры про проблемы Марса, какие-то искусственные игры, логика действия организации – совсем другая. Потому что написано в уставе каждого учреждения, чем он занимается. Ну возьмите, и каждый понимает, чем занимается на самом деле. Правда? Да. И тоже нельзя сказать, что не соблюдаются принципы. Просто эти принципы – это принципы ОПГ. И тот, кто их нарушает, сразу получает наказание. Система работает. Просто эта система – логика ее свернута, и с такой логикой она будет дальше деградировать. Да, я с вами здесь полностью согласен. Я приведу сейчас простой пример, где вы расскажете, где сбой. Я вчера смотрел на плюсах новостной сюжет, где показали, как бывший то ли мент, то ли таможенник сбил… Я против того, чтобы говорить мент. Полицейский. Посмотрите на мелкие деньги, за которые эти люди поддерживают государство. Короче говоря, полицейский или таможенник. В общем, был чиновник. Пьяный въехал в машину, в которую ехала молодая пара. Девушка погибла. И он исчез. То есть его там не могут найти. И когда подняли журналисты под угодно, оказалось, что он уже неоднократно пьяный влетал, попадал в аварию, разбивал машину свою, разбивал там другие машины. И он не садился в тюрьму. Его давали условный срок один раз и все. И вот женщина рыдающая, у которой погибла дочка, она сказала абсолютно, как мне кажется, правильную вещь. Я не хочу от него денег никаких. Я просто хочу, чтобы его наказали. Потому что если бы его раньше наказали, то возможно, он не врезался бы в мою дочку и она осталась бы жива. И вот здесь мы поднимаем вопрос, что делал тот судья, который по большому счету должен был принимать решение по поводу того, чтобы его посадили. Или же тот прокурор, который расследовал это дело и не подал дело таким образом, чтобы его посадили. И мы здесь упираемся в вопрос и этики, и ответственности этих людей. Потому что решение, которое они принимали, неэтичное. Поскольку дали ему возможность оставаться на свободе. И за этим решением последовала трагедия. Мой комментарий такой, что слабость судебной системы в Украине тоже объясняется отсутствием организованной исполнительной власти. Потому что, смотрите, нелегко. Ну смотрите, везде есть судьи. И не очень сложно определить, берет ли судья взятки или нет. Сто процентов. И это как два на два просто. Легко организовать доказательства и убрать такого человека из системы. Поэтому судья украинский может быть чем-то отличается от нечестного, или, я говорю про нечестных судей, да, тем отличается, что он просто спокойно спит. Спокойно спит, что никто и так ему не сделает. Ну просто, ну что говорить. Просто здесь жизни никто не вернет. Конечно, не вернет. Но проблема же заключается в том, что такие жизни отбираются постоянно. И они будут отбираться до того момента, пока не будет наказания, возмездия, затеянные, проступки. Помню, когда учился в Национальной школе администрации, очень элитарное учреждение, когда поступал, принимали 40 человек, 1300 кандидатов, правда хорошо, стипендия была трехкратная минимальная зарплата за то, что человек учится. Просто эту школу создали для того, чтобы лучшие люди поколения связали свою жизнь с государством. В начале 90-х была такая визжение, да. И помню лекцию, когда нам говорили о цене человеческой жизни. Потому что если так будем говорить, окажется, что жизнь она бесценная, правда? На самом деле цена человеческой жизни в работе государства, каждого государства учитывается. Нам тогда показывали, что цена гражданин Швеции выценена тогда на 3 миллиона сегодняшних евро. Например, когда был директором департамента, который контролировал Национальный фонд здравоохранения, а там миллиарды евро, например, на территории warsзского района было более 100 человек, которых держать при жизни было дороже чем 250 тысяч евро в год. И эти деньги тратились. Когда строим дорогу видно места, в которых будут гибнуть люди. Но можно их сделать намного дороже и люди не будут гибнуть. Вот разница, это цена человеческих жизней и так далее, и так далее. Просто то, о чем говорите, что вместе с degradацией государственной системы degradирует, падает цена жизни. Вот. Это еще один аргумент, который показывает, что стоит быстро делать реформу. Потому что в том, что говорю, с одной стороны грустно, а с другой стороны подумайте. Такую мелочь поменять. Такую мелочь. Кто кого-то увольняет. С точки зрения человека, который ходит по улице, это какой-то вообще без значения. Просто проблема, как донести этому человеку, который ходит по улице, насколько это важно. Но хватит это поменять, чтобы сила Украины в 5-7 раз, не делая ничего. Я не говорю, что сразу система станет идеальной. Что сразу будет работать как 22 спички. Но пусть начнет работать как 8-10 спичек.